начну с одного из важнейшего места писания который для нас оставляет пётр да или же мы говорим симон симон это тот кто был говорит так кому ишуа сказал ты симон то есть петр как бы на этом камне построил свою общину и врата ада не одолеют ее хотя он был не самый главный из апостолов но один из них но принцип который здесь говорится врата ада не одолеют мы понимаем что зло не сможет одолеть общину в которой живет господь правильно на как на основании которого мы ставим свою свою веру но очень интересно пётр обращается к людям каждому из нас и делает очень сильное заявление он говорит будьте бдительны но она обращается к нам и говорит будьте бдительны то есть стойте на страже бодрствуйте враг ваш не сосед не мама с папой не тёща с тестем не дети и враги не русские не американцы не другие враж ваш враг дьявол между прочим он ходит как крыкающий лев то что ты не знаешь где он ходит но ты слышишь что он где-то бродит почему потому что он что рычит в поисках жертвы прими словами поиск жертвы это то чаще всего не самая здоровая ну нет не самая здоровая жертва в стадии куда он нападает чаще всего то что слабая то что подвергнута наверное увечью чтобы быстро не бегает что может догнать то есть он ищет то того кто послабее чтобы его поглотить украинской умовы это пишет а послание петра 5 ищет восьмый вверх будьте обережны пилкуйте ся бо дьявол ворог ваш не шпорить навколо мов лев який рика и шука и кого бы пожертвы в зимбабве когда мы были последний раз мы попали на молитвенную гору людей которые возглавляют целое молитвенное движение в зимбабве и большому сюрпризу это огромнейший огромнейший заповедник от варанчо и мы когда приехали туда там много разных зверей и вдруг мог в один момент мы начинаем слышать что-то если посмотрите интересное видео которое мы засняли когда после как мы кушали и слышали что-то необыкновенное сможем это заключить нет она пошла его погладить на втором видео да 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 знаете не страшно пока он тебе не посмотрит в глаза вот гладим гладим кошка такая ты понимаешь что там страх всего всех джунглей я думаю что это достаточно по том что я дальше буду зачитывать зачитаю вам одну историю чтобы вы понимали контекст моего дальнейшего направления мои моего послания потому что послание у меня следующий не то что убегать от 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 льва но уси бигают ала бежишь от рима ты лев львович это немецкий этот работал архитектором в баку он любил животных поэтому в их стометровой в квартире помимо жены дочери евы сына ромы жили кошки собаки попугай ежи енот и змеи однажды принесли волчицу лёва и нина назвали ее тонкой когда она подросла стала вести себя неадекватно в квартире все в квартиру всех пускала но никого не пускала не нас мужем решили пока ничего не случилось пристроить ее в зоопарк навещали свою питомницу каждое воскресенье залезали с детьми в клетку и кормили тонку ее любимыми пирогами из абрикос с абрикосами как-то мы с дочкой решили немного прогуляться по зоопарку в одной из клеток его увидела маленький жалкий серый комочек и сказала мне мамочка посмотри там собака умирает я ответил доченька это не собака это маленький львенок царь зверей наверное он заболел конечно же я упросила директора зоопарка отдать нам этого несчастного малыша начала львенка от которой отказалась мама кормили и соски молоком и всевозможными смесями потом когда львенок подрос перешли на мясо поначалу у львенка совершенно не не действовали передние лапы после многих массажей он стал ходить постепенно начал ходить и дефект остался но дефект остался на всю жизнь например если внимательно посмотрите фильм невероятные приключения итальянца в россии видно когда кинг бежит по улице его передние лапы загребают как ласты тем не менее вырос кинг большой красивый и прекрасный добряк кинг вел себя как обыкновенный домашний кот любил облизывать людей кинг обожал льва львовича и нежно относился ко мне видимо понимая что я женщина кинг дружелюбно относился не только ко всем двухногим но и четвероногим уважая всех животных которые были у нас дома особенно подружился с чапом маленькой черной собачкой висевшим вешавший меньше четырех килограмм спали не так же вместе сначала ложился кинг а потом чап устраивался у него у него на огромных плюшевых лапах кинг стал звездой после того как снялся в нескольких фильмов лев ушел из дома девочка мальчики лев лев львович бросил работу архитекторов и стал продюсером короля зверей потому что на съемках на съемочной площадке кинг мало кого слушался период съемок летом 1973 года в качестве временной жилплощади семье отдали целую школу по москве каждый день ездила машина с громкоговорителями который объявлял что в такой-то такой-то школе живет лев туда соваться не стоит но увы случилась трагедия погиб лев на съемках фильма его застрелили и семья с большой болью переживала утрату я была против того чтобы заводить второго льва вспоминает не на но московской интеллигенции очень понравилась идея и сергей образцов юрий яковлев владимир высоцкий мария влади собрали деньги стали искать нового львенка по своему саль по всему советскому союзу нашли в казанском зоопарке второй кинг совсем не был похож на нашего первого любимца того мы спас спасли от смерти и он благодарил нас за это уважением и хорошим отношением этот же требовал чтобы уважали его вырастили еще одного и назвали о king 2 эта история берберовых семьи из баку конце 70-х годах прошлого века державших льва в обычной советской квартире способна эта история и растрогать и ужаснуть одновременно в 1985 году нас на основании реальных фактов из жизни семьи барберовых режиссер константин бромберг и сценарист юрий яковлев сняли фильм у меня есть лев главной роли в нем играли king 2 рома и евы барберовых king 2 очень придет привязался кроме и без прикословно ему подчинялся мальчик ездил на льве верхом как на коне но то что позволительно роме не позволить его другим участникам киногруппы если первый king был благодарен льву и не не барберов за спасение и благодарил покладистым характером то другой king оказался убийцей он отправил в больницу хозяйки и убил ее первенца 14-летнего мальчика рому которому он позволял ездить на спине и много другой другие проказы это история конечно же когда я говорил должна была найти вот быть счастливым концом должна была быть для нас таким чувством что все хорошо все классно что животные может сожжить в одной квартире с людьми что мир который который в котором жил адам можно его превратить и у себя дома но рома берберов надеялся и не сомневался подчинение кинга он не сомневался в нежности и ласковом поведении своего питомца но нежное создание воспитанного на ромой забрала его жизнь что я хочу этим сказать что в этой истории очень трогательно для меня то что в этом зале среди нас мы влюбленные в ешуа мессию в того кто кого мы превозносим обожаем лев из колена иудина тот кто трости над ломленной не преломит лня курящего не угасит тот кто является другом грешников страдающий до мессия любящий сострадающий больными сиротом тот кто не покидает нас и не оставит как нежно кормилица печется своих детах детях мы чувствуем себя что мы можем как рома кататься на его спине не предполагая что он когда-то либо что-то может сделать мы так мы так научены мы так себя ведем мы можем хладнокровно не предлагая каких-то мыслей что иисус ничего ну как бы он должен исполнять все наши желания на 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 наши как бы как бы вот мы берем кошку да моё типа вот такой хорошенький затушил быся да такой мы не предполагаем что если обратная реакция и фактически думаю что мы с вами иногда не представляем его как могучую силу который воссел на престоле своего предозначения в центре ужаса страха и наказание что он является судью праведным в руке которого ключи ада и смерти я прочитаю несколько мест писаний потому что мы привыкли что этот левый с колена иудина он подчиняется твоим приказом потому что от раннего детства ты знаешь чего какой он был мягкий пушистый хороший что он тебе всегда любит облизывает он всегда тебе придет он тебе защищать ты на него как бы харкил он тебе раз ушел куда-то ты его приказал он пришел ты можешь ему что-то сделать как тебе угодно но даниил 10 главе с 5 стиха говорит я поднял глаза и увидел перед собой человека на нем был ляной ляные одежды вот поясом был поясом сделано из уфас кого золото тело его было как сияющий камень а лицо было ярким как молния глаза его были как горящие факелы руки и ноги его как начищенная медь голос его как голос толпы людей я даниил был единственным кто видел это видение люди бывшие со мной его не видели но все же испугались они были как так напуганы что бросились бежать и спрятались я остался один наблюдая это видение от страха силы оставили меня лицо мой побледнел как у мертвеца я был беспомощен я услышал как заговорил тот человек из видения услышав ее я полно глубокий сон лежали сон на земле затем рука коснулась меня я стал на колени опираясь на руки человек из видения сказал мне даниил драгоценный мой человек подумать тщательно слова которые я скажу тебе встань ибо к тебе я послан когда он произнес это я встал дрожа от страха вы скажете хорошо это все таки старый завет на татанах и как бы каким-то образом мы не знаем это ишуа нишу это человек этот ангел кто-то был но смотрите иоанн который является свидетелем вот божьей славы переживший прикосновение ишуа непосредственно был участником когда видел его что распинали он говорит 6 главе и цари земные и вельможи и тысячи тысячи богатые и сильные всякий раб свободный спрятался сами себя в пещерах и в расщели на гор и говорят говорят горам и скалам упадите на нас скройте нас от лица сидящего на престоле от гнева агонса от гнева его потому что пришел день великого гнева их и кто может устоять емкий пур мы ближимся к этим праздникам роша шана да емкий пур мы движемся к симкатора суккот и в данной ситуации и иоанн говорит то что нам не хотелось бы понимать потому что настолько мы влюблены вешуа настолько мы понимаем что он добрым милости влюбит нас что он не оставит нас не забудет он заботится нас все чтобы не попросим мы получим потому что просим по вере и мы понимаем кто он что не всегда этот лев из колена иудина сможет превратиться 250 килограммового убийцу правда смотрите иоанн 1 глава 20 говорит я обернулся чтобы увидеть голос говорящий со мной и обернувшись увидел всем золотых светильников и посреди светильников тут минор подобно сыну человека одетого в падир опоясанного по грудь поясом золотым голова его же и волосы были белы как шерсть белая как снег глаза его как пламя огня и ноги его подобно чистыми чистой меди как будто из печи раскаленной и голосу как голос вот многих и держит в правой руке свои семь звезд и уст из уст его выходит острый двухсторонний меч или всего как солнце светит в силе своей когда я увидел его пак ногами его как и мертвый он положил на меня правую руку свою говоря не бойся я есть первый последний и живы был мир а теперь живой во веки имея ключи смерти и ада мы часто говорим знаете так о кровь христа кровь христа надо как типа когда молиться это найти вот надо провозглашать кровь иисуса кровь иисуса если как-то ситуации сложные и ну я знаю что многие люди так делают между собой там даже если они не верующие чур-чур там кровь христа скажи и все будет нормально дайте мне вам объяснить почему причина причина по какой мы будучи омыты кровью из миши шоу мессию имеют привели почему нам нужно и на именно покрытие покрытие именно крови еще чтобы мы приняли иисуса как жертву пролитую пролившую кровь за нас за наши грехи по причине того что перед богом ничего нечистое не может быть ничего нечистое перед его лицом не может состоять и мы знаем из писания что говорят свят свят господь саваоф и ничего нечистое не может прийти по этой причине по этой причине слава божья разрушает все нечистое даже даже моисею говорит ты ты не можешь увидеть меня и остаться жив моя слава недоступна тебе моя слава тебя же и уничтожить потому что ты нечист наша праведность если вы помните как запачкана одежда мы никак не сможем устоять в день праведного суда перед на нашим творцом творцом вселенной по этой причине мне бы необходимо иметь свидетельство и шоу а именно его кровь которая стала ходатаем перед всевышним она ходатую сильнее чем кровь а авеля становится нашим принятием нам нужна кровь агнца божия для того чтобы слава господня не уничтожила нас через пролитие крови он принял гнев божий давая нам предстать перед богом не со своей праведностью но с его праведностью чтобы разделить славу божью вместе с нами в радости они в справедливом суде что именно происходит можно только пред предполагать из писания мы на прошлой неделе имели водное погружение в черноморская позапрошлое и в одессе что происходит ты погружаешь человека греховного а встает человек освященный искупленный грехи там остаются ты становишься другим а мы называем это обменом мессия обменялся твой и мой грех на свою праведность это праведность обогренная кровью позволяет нам стоять во время великого суда на емкий пур где божья слава нас не разрушит а вовлечет в божье присутствие и вечно там будем сегодня затрону послание к евреям двенадцатую главу послание к евреям это к тем кто может быть сегодня здесь смотрит нас по телевизору тем кто читали и и мы не знаем автора многие говорят это павел правшеул но по стилистике больше похоже на луку и при этом обращение к левитам которые потеряли какую-то надежду после того как а фактически жертва и шо было достаточно покрыть все грехи они не знали что делать с этой ситуации я хочу поговорить именно в 12 главе показать вам откровением той ответственности параллельно с страхом и любовью божьей показать и смиренного любящего льва и того кто может одним ударом рушить твою жизнь давайте зачитаем 12 глава с 1 2 стих посему мы имея вокруг себя такое облако свидетелей свергнем себя всякое бремя за признающий наш грех и с терпением будем проходить предлежащий нам поприще взирая на начальника совершителя веры и шоу который вместо предлежащий ему радости претерпел крест пренебрегший посрамление и васил одесную престола божьего мы должны понять что он уже там до унесу себе пусть и там ты такой хороший я тебя люблю он уже там как судья праведный и ожидаем ему его пришествие не как уже страдающий мессии а судья праведного которая будет судить все наши дела да будем говорить так напрямую я еще один почитаю еще два два перевода один еще российские другой еще украинскую а за а раз у нас такая тьма свидетелей то давайте скинем себя всякий груз и опутывающий нас грех с твердостью будем проходить предназначенном поприще взирая на источник нашей веры и шоу который ради предстоящей ему радости перетерпел крестную смерть и не постеснялся позора воссел по правую сторону божьего престола девица завдяки тем великим людям мы маем у так багато прикладов непохитной биры то же бит биткинув все еще перешкажа я нам подолать и битстань и перемогти в змаганиях усы еще у повильный наш биг разом с грехом який постойно примушую нас падать и нехай завжди перед очами нашими буду и шоу наш праведник или проведник у вири який приведе и до досконалости заради радости что чекает на него маши ях вытерпев страту на кресте и принявши цюга нибудь теперь посев свое миссия по праву руку вид божьего престола этот отрывок фактически можно разделить на несколько или множество подпунктов с которого можно сказать пункт а или по 1 2 3 чтобы не забирать ваше времени да я сделал два всего лишь пункта поэтому назвал его помни той дать вспоминай и беги потому что здесь и говорит о том чтобы мы могли бежать этот этот путь павел говорит мы бежим ресталишь то есть у нас есть забег поэтому мы должны бежать так чтобы получить не просто так не просто трусцой бежать до я часто говорю татьяне таня давай я не буду спортсменом я буду физкультурником себе напоминая что можно бежать но надо бежать также получить иметь я благодарю татьяне давать это сможешь и похоже смогу и так когда писание библия говорит по словарке посему или по причине или истинно истинно помнить когда еще говорит да чаще всего это означает завершить какой-то 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 смысл разговора который который был до этого посему то есть дело заключение того о чем мы говорили до того как я вам говорю посему что до того как посему было это фактически в нашем контексте который мы сейчас читаем 12 глав 1 2 стих говорится о все о всем том что говорится до то есть 11 глава 11 глава послание к евреям это очень очень интересная глава и я не буду считать потому что это это действительно глава веры мы называем там перечисляются имена там пристать некоторые соблюдать чувство веры и и и действительно это надо ее читать что понять ее глубину людей которые были до нас люди которые пошли путь до нас еще во хоть чтобы мы помнили что история из писания это не то чтобы найти способ вспоминать историю давида да там авраама других героев но он хочет сказать что у бога есть большой план 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 для человечества давно у него есть личный план для тебя но ты и я являемся частью частью великого плана который у бога есть поэтому помните что в истории вы не одни кто-то был до вас и будет после вас и не только вы и я и вся наша мишпуха мы с вами являемся частью многовекового вселенского плана имеющий начало в эдемском саду и знаете этот план не наш не наших личных отношений с богом не наши прогулки молитвы и как бы наслаждением его присутствия творит вселенной имеющий свои цели которые нам не всегда известны нам не известны все его цели он открывает частично то что то что он имеет для нас сделать в это время которое мы живем я благодарен что я живу в это время в этой стране в этом городе и вот именно вот родился здесь да я благодарен за это но у бога всегда есть место для каждого из нас и мы становимся участниками его огромного путешествия которое называется божий план спасения божий план спасения план спасения это не использование бога в собственных целях до хорошей жизни на земле люди часто думают что вот теперь я верю в бога у меня есть кто-то как найти из из того мультика это и рассказ рассказа потереть лампу алладина лапти алладина да как бы так и и скажет тебе что надо или как в сказке да там за двое из ларца одинаково лица что хозяину надо секундочку бог не джин чтобы тебе служить или кто бы вообще да чтобы кто ты такой чтобы давать ему приказы мы как бы хотим чтобы он ап сесть стать пока почесать ухты мы хорошеньких а это да он творец вселенной суд и судья праведный и страшный правитель строитель будущего того что нам еще в голову не входило и не приходит что он приготовил для тех кто его любит а если любит тогда не для тех кто любит есть еще и условия когда говорится посему мы возвращаемся я сказал к 11 главе хочу вас познакомить с нашей большой вселенской семьей хотите почитать кто у нас есть хорошей прекрасной семье я не стану все читать начну с 32 стиха 11 главы а еще скажу не достает мне времени чтобы повествовать о гидеоне о вараке о самсоне и афая о давиде самой или других пророках которые веру побеждали царство творили правду получили обетование заграждали уста львов угощали силу огня избегали острия меча укреплялись от немощи были крепки на на войне прогоняли полчища чужих жены получали мертвых своих воскресеньем аллилуйя вы являетесь часть этой семьи я скажу так я добровольцем захожу первый чего нет победители мы папа так там так как бы можно сказать что такое свидетельство людей сколько там облака я не знаю что такое облако но это что там очень много знаете как в том экзамене да и фильма под берет этот самый билет и там написано как бы вычислить объем шара он выходит и говорит я все знаю шара объема не имеет ладно проехали что такое облако она объема не имеет какое количество людей которые там тоже свидетелем того что происходит и вот эти свидетели он перечислять во мне не хватает еще времени рассказать об этих людях но при суть при этом вы участники божьего плана вы тоже являетесь частью семьи которые у меня есть для вас интересное место ты читаешь слушай крутые у меня секундая семейка ну реально крутая семейка там руками львов души так как бы и мне бы неплохо неплохо бы тогда там семейка на этих господня кто против нас если он с нами да мы обязательно победим мы несмотря на навалу которая на у нас сегодня на востоке мы обязательно победим если с нами бог кто может быть против правда если мы читаем это описание тех кто в это большом облаке мы на самом деле я когда смотрю то вы в этой толпе запишите меня добровольцем я хочу быть часть этой великой великой армии господней навалу войска мы автобьем если что-то кого-то потеряем по дороге мертвые получит получим живыми воскресенье из мертвых почему бы нет классная семейка да 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 разбиваем царство или же не до царства или же не до империю развалим до ее храмы и побегут слепые прозрят что не натворили получим репарации ну я скажу давайте пишите меня первым в этот список классно правда быть победителем бы тем кто получает то чего ты хочешь но текст продолжается читать иные же замучены были а не принял освобождение дабы получить лучше воскресенье другие испытали поругание и побои а также узы темницу были побиваемой камнями перепили мы на двое подвергнуты пыткам умирали от меча скитались милотях и козьих кожах терпя недостаток скорби озлобление людей тех которые мир недостоин скитались в пустынях и горам по пещерам и ущельям земли и когда ты понимаешь что эту семейку которая настолько разношерстная из победителей кто так кто-то наказуем те кто поражали врага становились убиенные страдающие вера в которой мы находимся не зависит от исхода ситуации в которой мы живем и это вот по местописание показывает нам что вера не зависит от исхода той жизни которые эти герои жили успех или провал нашего упования невозможно продиктовать нашими желаниями богу никто из нас читая вторую половину отрывка этого не хочет стать волонтером я не хочу честно я не хочу вот не хочу чтобы меня распиливали тихо и спокойно ведь это же больно по крайней мере я не хочу ходить козьих шкурах где-то на пересипе или же жить в канавах ну не хочется добровольно вот так сказать да я верю и теперь я беру добровольно вот это поругание буду идиотом посреди нормальных людей у нас же наоборот же мы победители мы успешны мы процветающие у нас есть бог который у вас нету он она заботится одевается убежать и так далее шума и и вдруг понимаешь что вторая половина это же это же семи в которую мы вовлечены по великому божьему плану которыми игра мы не знаем вдруг мы оказываемся в этой стороне и мы не очень желаем увидеть мир таким образом успех или провал нашего представления веры в бога не зависит от нашего желания иногда мы получаем то что мы хотим ну иди и переживаем то что мы можем пережить от бога но не всегда так будет помните и не будет так всегда честно говоря вот смотря через писание всегда было так мы не можем ему сказать как мы хотим прожить свою жизнь все хотят жить хорошо а хорошо жить что не запретишь и что мы иногда вы делаем мы впрыскиваем в жизнь верующих человека некие такие надежды процветания процветание что все будет нормально и нормально послушайте нормально мы же голова не хвост правда да мы больше чем победители конечно мы победим мы найти вот побежим и не устанем получим свое исцеление победили лукавого своим исповеданием да да но не всегда наша вера в то что мы хотим ожидать от бога заканчивается триумфом потому что иногда мы не знаем весь план который у нас втянул так чем же мы можем быть уверены мы можем уверены быть только в одном несмотря на тот успех или провал который мы попадаем наши жизни мы можем быть уверены сто процентов что бог верен я хочу сказать он верен саша верен бог верен чтобы не происходило бог верен то ли ты успешен то ли ты не очень может быть к ситуации находишься бог всегда верен в различных обстоятельствах и страдания даже если это выглядит полностью кошмаром твоей вере провалом твоей веры знаешь что есть победа в конце туннеля есть эта победа можно проиграть сражение но выиграть войну помните вы я часть облака свидетелей из разных колен языков народов и племен это облака верующих людей которые знали своего бога знаем ли мы его так могу также сказать что независимо от исхода моей жизни на земле то ли это мессия вернется раньше времени то ли я увижу засну и увижу его открытыми глазами сказать просыпайся ты дома могу тоже сказать что он является основателем моей веры моей веры и мы должны держаться той веры которая нам сегодня дана я буду скажу идея спасения или же не было твоей ли моей мы не смогли бы спастись нашей верой да еще что то будет за вера я вам скажу одну вещь интересную что он стал автором он создал эту ну сказать этот путь спасения для тебя и для меня не ты создал не так захотел надоело тебе ходить это по по улицам на те красных фонарей или же ситуации которые ты находишься и решил а а вот теперь пойдут направо налево а там у меня будет стоп и там я могу покаяться это не тот путь твой спасение он является спасителем вы не смогли бы спасти себя от гнева божьего абсолютно помните как кровь нужна для того чтобы эта кровь могла принять эту славу которая но вот тебя могла бы уничтожить это означает что он есть автор и исполнитель моего твоего спасения то его идея спасти всех нас посмотрите ешуа нас наш про видны к увереяки проведение до досконально не после до конца а он усовершенствует нашу веру наше спасение иными словами он доведет ее до совершенства и его спасение идет по его плану победе как путин сказал строго по плану согласно графику это мем строго по плану его также павел говорит послание филиппийцам в твердой уверенности что начавший у нас доброе дело совершить его до конца ко дню до ешуа миссии если мы упустили тот факт своей жизни что ешуа является автором исполнительного твоего спасения тогда существует склонность предположить что твоя вера это то что во что ты веришь сможет тебя вывести из твоей ситуации в которую ты попал у нас есть люди которые верят в то что они будут делать что-то да и как они верят то что они верят поможет выйти им с той ситуации которые они попали и таких много предпадки предполагать предположителей очень много они говорят что нужно сделать это же вот то что ты делаешь должен поверить и тебе принесет успех там и исцеление так далее этого подобного понимаете да но извините если мы упустили факт то вся тяжесть твоего твоей веры в успех конечным образом станет твоим провалом в этом же как бы и проблема мы мы не можем своими делами оправдаться перед богом никак что либо сделать получить вечную жизнь поэтому ешуа автор твоего искупления никто иной и он будет вести через это спасение тебя и меня и тысячи других чтобы привести к себе другими людьми сила нашего с вами веры не веря в то что мы верим но в объекте наша вера тот тот кто это эту веру может сотворить взор на того кто мы как того кого мы распяли не просто верим в то что мы верим но верим в то что он сделал можно верить в иисуса можно верить даже то что он умер на кресте но сомневаться в том что он воскрес из мертвых и тебя и меня он оправдал посредством своей крови однажды он вошел в одесную до отца за завесу и оправдал омыл нас если мы это не верим в объект то есть то кто это сделал мы где надеемся только на то что мы верим и что каким-то образом на небо попадем по этой причине автор послания к евреям говорит не забудьте того кто является автором и совершительным вашей веры кто становится источником вашей веры не забывайте и шуа и только он является этим источником если мы пытаемся ценить свои победы или провалы через призму собственной веры которая всего лишь является силой можно сказать силой воли другими словами есть моменты в нашей жизни где мы приходим богу возможно не один раз вы видели когда люди перепосвещали свою жизнь богу чаще всего это было на каких-то движниках до таких прославление либо какой-то ретрит либо какая-то конференция какие-то события где люди попадали туда и говорили господь все я оставляю свой грех я все сделаю необходимо чтобы обвернуться обратно в общину в церковь я возвращаюсь я буду служить тебе мы начинаем говорить о господь спасибо я победил спасибо за то что ты сделал дайте ему 48 часов две недели и вот то что ты верил что ты победитель становится твоим поражением а если мы говорим о том кто эту победу совершил кто дал тебе эту победу в ком есть это источник тогда ты полагаешься на него который с тобой будет общаться и тебе будет говорить это нас приводит ко второй второй части я попытаюсь в быстрее это сделать это пройти по пищи мы в русском переводе это пройти по пищи украинскому это пробег ты дистанцию пробежать от дистанции которая дана нам нам богом любопытные знаете вот стрижки которая делает автор послания и он как бы делать некоторый такой разбор этой этой ситуации на он аккуратно пишет что жизненные проблемы которые нас отягощают нужно свергнуть то есть свергнив себя всякое бремя и запинающий нас грех вы знаете он разделяет очень интересный момент почему то так говорим что у нас снять себя бремя тоже я украинскую мову читаю тоже ведь кинема все еще перескоджу я нам подолады вистань и перемогты замаганьях уж все еще у пувильную наш бих такими словами это не то что там знаете избавиться или там какую-то свергнив это не упаковать то что тебе не нравится и тебе не нужно положить в шафу далее в шкаф когда-нибудь воспользоваться красиво погладила сложил он говорит сними себя стресни себя скинь себя то есть заставь себя скинуть все то что мешает иметь между прочим интересный момент он не говорит что мешает именно это грех это моральное какое-то состояние не греховно это не грех скинуть себя а моральное удовлетворение не греховные вещами было ли вас такое чувство я вам задам этот пример но он такой его нужно применять вот пока разным причинам вы весьма голодный и не может дождаться когда придет домой и скушать то что на ваш взгляд самое вкусное что например это может борщ солянка не знаю что у вас там есть фаршмак там сфаршированная рыба курочка там это сама дак и котлета по-киевски я не знаю что у вас дома как бы приготовлено но вы не можете дождаться и вот и вы едете с работы так и в привкушение вот такие котлеты по-киевски я ее нагрею разрежу запах это потечет масло из картошечки как едете так вот уже все и тут да и тут ваш спутник говорит чипсы хочешь тебе полчаса ехать ты думаешь ли не 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 чипсы и надо счета и до сайт этого сейчас вот этот борщик вот этот будет круто сейчас еще с чесночком и черным хлебом а это ладно это самое пока доедем открывает к запах это чипсов и он такой тянет тебя это думаю да воняет на самом деле так да такой ты сидел сидел думаешь ладно он тебе так ладно одну съешь и такая раз у него одна одна тебе аппетит не испортит дома правда раз соленая вкусная он едешь дальше он тебе еще дает потому что ладно еще дает ты уже пока доехал уже пол пачки съел и приходишь домой разогреваешь борщ две ложки думаешь и шо хотя причем здесь это я не могу вам объяснить есть вещи в нашей жизни которые не греховные но когда ты их наелся соделал ты приходишь на собрание на молитву на служение ты стоишь и не вкушаешь его присутствие ты хотел встречи с ним этого удивительно его присутствие наслаждение прославление хвалы прикосновения а в течение недели есть то что не греховно не страшно морально нейтральные вещи хобби спорт друзья которые он ты пытается проповедовать говорить о боге пляж заботы работа на шаббат или воскресенье где бы вы ни были я не знаю ссылаясь на то что надо поработать очень сильно денег не хватает умираю не смогу выжить и ты постепенно в этом состоянии ты приходишь потом на собрание и вкус борща не тот тебе кажется это котлета по-киевски не сочная не так приготовлено не настолько она классная меня это пугает и вот здесь в этом примере конкретно послание к евреям он говорит сбросить себя сбросить просто сбросить в себя этот тягарь это не нужно морально состояние но оно не греховное время снять себя то что тягищает когда мы предпочитаем эти не греховные но морально нейтральные вещи которые должны были нас приводить их благодарению к богу становятся нашими местами поклонения тогда мы теряем мы теряем этот контакт с богом и чувство кто кто он есть успех бог хочет чтобы мы имели финансовое обеспечение тоже бог не против квартиры машины успеха который ты имеешь то что должно было тебе все это предоставить для того чтобы ты прославил бога благодарны был ему воспел его переживать его через эти все благословения которые он тебе дал вместо этого это мы меняем фокус и он становится центром нашего достижения тогда наши отношения в этой семье которой мы думаем что у нас все нормально становятся холодными надо спросить себя что меня мешает в отношении с богом что тебе говорит мне то есть то что тяжесть висит на мне второе о чем говорит послание это действительно грехе грех тормозит наш бег дает нам возможность упасть павел кримлин говорит нам нечто что я хочу контексте прочитать как днем будет жить благопристойно без гулянок без пьянок без блуда и возврата без ссор и зависть это послание римлян 13 глава но облечься в господа и шоуа миссию помазанника и забота о теле не превращать пристрастие забота о теле не превращать пристрастие то есть пристрастием может быть любая вещь которую ты ставишь больше чем бога павел пытается сказать не давайте плоти не пяде место потому что если вы дадите хотя бы часть этой вашей жизни в общем плоти которая противится духу она поработит вас вы станете их ее плоти да рабами поэтому язык сегодня хочу сказать смотрите собой смотрите потому что у нас с вами в писании много инструментов для того чтобы искоренить всевозможные желания от того чтобы быть рабами это чтение писания домашней группы служения общения друг с другом исповедания друг перед другом знаете что еще хлебопреломление поэтому говорит смотрите за собой не принимайте его тщетно так не взвешивая о том что произошло на глаголском кресте кто вы нам нужна твердость для преодоления поприще твердость и слово твердость в данном контексте имеет в виду выносливость а чтобы быть выносливым нужно быть в тренинге то есть постоянном себя в состоянии напряга изнурения тренировки фактически здесь не говорится с тренируйте себя грехами или же какими-то другими ситуациями абсолютно тренируйте себя посвящением пускай твое слово будет да да и нет нет тренируйте себя служение бедным нищим вдовом сиротом хвале и поклонение молитве пост обучение служение тренируйтесь напрягайте то есть нагрузки давайте именно духовного склада поэтому я заканчиваю следующее как у многих из вас есть крошечный львенок нежный красивый забавный и вы думаете что он по причине вашего отношения к нему станет покладистым контролируемым любимым облизывающий тебя послушным не замечая что он вырастет двухсот килограммового убийцу возможно сегодня у нас есть такой львенок который мы думаем что можем контролировать и ничего страшного с этим не будет что что бы это ни было писание говорит скиньте себя это время и всякий припинающий наш грех потому что он есть победитель он сотворил это спасение он сам его прошел и сам тебе его предоставил ты здесь даже ни при чем он захотел добровольно лег на крест сам отдал свою жизнь возможно в момент слабости он сказал да минет меня та чаша но сгода будет воля твоя зная что этот план утвержден его отцом и только через пролитие крови есть прощение греха а это означает что у нас есть покрывало прощения где мы можем спокойно стоять перед и божьей славой и она нас не поразит потому что не я свою своей праведности но праведность мессии покрыла меня